Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. В Карачева-Черкесии продолжается адресное информирование жителей республики о выборах президента России. Члены избирательной комиссии у Чигутинского района также совершают поддомовые обходы. О станице Красногорска, ее истории, жителях и о том, как члены участковой избирательной комиссии информируют людей о предстоящих выборах президента России. Расскажет Дарья Тендит. Красногорская, или как ее называют местные жители Красногорка, расположена в удивительно живописном горном месте у Чигутинского района. История происхождения велика и вместила в себя вихры революции, войн. Основана казаками в середине XIX века и носила название Верхнениколаевская. Из-за гор, окрашенных в красновато-багровые тона, ее переименовали в Красногорскую. В основном в ней проживали казаки, а сейчас станица многонациональна. Екатерина сюда пересылала казаков, ну как, отправляла казаков, как на охрану границы. Вот поэтому она считается казачьей. Был вот казачий кордон. Ну как, не кордон, а казачья сторожевая башня. Мост был каменный, он до сих пор, быки остались, стоят. Немцы взорвали его во время войны. Главная достопримечательность станицы – Красногорская сторожевая башня. Сооружение кавказской кордонной линии, охранявшей рубежи. Это объект культурного наследия, музей, сохранившийся с XIX века. Несколько лет назад здесь провели реконструкцию, сохранив ее изначальный вид. Сейчас станица – место притяжения для туристов со всей страны. В станице Красногорска есть настоящий минеральный источник – Мирзабекачи, который течет прямо из-под земли. Это очень вкусный и щедрый подарок для гостей и жителей Карачаева-Черкесии. Казаков станица 86, рассказал атаман Михаил Михайлович. Казаки – настоящие патриоты, стоящие на защите Родины. Поэтому голосовать пойдут все, дополнил он. Почему важно голосовать, принимать участие в голосовании? Ну, важно голосовать для того, чтобы улучшалась, как говорится, жизнь, население. Надежда и Лариса – обходчики избирательного участка 225 из Жигутинского района. С самого утра повещают избирателей станицы Красногорской, а в ней проживает свыше 2000 человек. Обходчики приходят к каждому избирателю, приглашают на выборы и рассказывают о способах голосования, датах, месте и времени. Надежда Бородухина рассказала, как их встречают избиратели. Очень доброжелательно, невозможно от них уйти, они хотят пообщаться, на все вопросы просят ответить. Люди больше пожилые хотят пообщаться, хотят расспросить, хотят поговорить. Но настроены все очень доброжелательно, позитивно и очень энергичные люди на станице живут. Как и положено в казачьем поселении, центральная улица станицы именуется Красной. А в 110-м доме проживает Елизавета Гусева – коренная потомственная казачка. В станице каждый знает друг друга, поэтому встреча началась с приветливой беседы. А после уточнения информации приступили к выбору способа голосования. Как вам удобно голосовать? На дому или на участке? Дома! Да, удобно дома. Я туда не ходю уже, за лекарство не ходила. Хорошо, смотрите, тетя Лиза, на дому можно проголосовать, выберите день, когда вам удобно. Это 15-я пятница, 16-я суббота, 17-е воскресенье. Какое время? В любое время? Ну, в любое время. В 92 года Елизавета Ивановна, выполняя гражданский долг, ежегодно принимает участие в выборах президента страны. Не участвовать в выборах не могу, говорит жительница, ведь от каждого голоса зависит наше будущее. Ну а как же, приедут, пожалуйста, поголосуем, как же, обязательно. Дарья Тензит, Олег Малхожев, Вести, Карачаева, Черкесия, Станица, Красногорская. Сегодня под председательством первого заместителя председателя правительства Карачаева-Черкесии Хызыры Чукуева прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачаева-Черкесии. В ходе мероприятия были заслушаны доклады. Один из вопросов представил начальник главного управления МЧС России по Карачаевой-Черкесии Александр Галакаленко. Он подробно рассказал о проделанной работе по обеспечению безопасности граждан от чрезвычайных ситуаций. Так, в 2023 году спланировано и проведено шесть заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и еще более тысячи мероприятий оперативной подготовки различного уровня. На основании прогнозных данных, получаемых от Росгидромета, с учетом рекомендаций в НИИ ГОЧС, Центры управления в ситуации главного управления совместно с оперативными дежурными ДДДС подготовили более трех тысяч моделей развития складывающейся обстановки, которые своевременно доводились до органов местного самоуправления, а также организаций в целях заблаговременного проведения премитивных мероприятий. Также в рамках развития и применения современных информационных технологий оперативно-дежурными сменами на постоянной основе осуществляется использование возможностей автоматизированных модулей сбора, обработки данных, информационной платформы базознаний. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14, температура ночью до 5 градусов мороза в горах до минус 10, а днем до плюс 9 и местами 12-17 градусов тепла. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14, температура ночью минус 3-5, а днем 6-8 градусов выше нуля. В Карачаево-Черкесии стартовала всероссийская акция «Сдаем вместе с родителями». В 9-ю гимназию Черкеска для участия в мероприятии пришли представители власти в республике и региональной столице, а также родственники тех, кому в скором времени предстоит сдавать ЕГЭ. Подробности в сюжете корреспондента Артур Мхце. В 9-й гимназии Черкеска день сдачи единого госэкзамена. Только вместо без пяти минут выпускников взрослые люди. Некоторые пришли целыми семьями, чтобы принять участие во всероссийской акции «Сдаем вместе с родителями», которая в нашей республике будет проходить в течение всего марта. Поскольку успех единого государственного экзамена во многом зависит от настроя психологического, то вот эту атмосферу, всю процедуру сдачи ЕГЭ сегодня родители и целые семьи могут попробовать на семье. И рассказать об этом дети, что это совершенно не страшная процедура. И ребята на протяжении 11 лет готовятся к этому экзамену, основному важному выпускному экзамену. Среди приглашенных немало представителей власти в Карачао-Черкесии и региональной столице. Алексей Ганшин в скором времени будет переживать за свою внучку, которой тоже предстоит сдача ЕГЭ. И он только обрадовался приглашению на сокращенный экзамен по истории, ведь таким образом появилась возможность проверить все на себе. Я оказался здесь с одной целью. Для того, чтобы не со слов кого-то, а вот непосредственно самому принять участие и посмотреть, как организована в этом году сдача ЕГЭ. Для того, чтобы свои силы немножко проверить. Потому что у меня в этом году внучка будет уже вторая сдавать ЕГЭ. И мне с удовольствием хочется сказать, что я вот что-то тоже помню, но что-то, наверное, не помню, потому что в свое время у нас не было ЕГЭ. Всероссийская акция «Сдаем вместе с родителями» проходит на территории Карачао-Черкесии восьмой год. Так старшие могут сами убедиться, что при некоторой подготовке ЕГЭ не столь страшен, как о нем порой говорят. И нет сомнения, что по завершении мероприятия многие из участников поделились впечатлениями от сдачи со своими детьми. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Карачао-Черкесия. Сегодня в управлении Федеральной службы судебных приставов по Карачао-Черкесии состоялась передача специальных технических средств, приобретенных по запросу бойцов из передовой специальной военной операции. Устройства, которые будут способствовать эффективному выполнению боевых задач, приняли сотрудники одного из спецподразделений пограничного управления ФСБ России. Всемирная поддержка наших ребят, находящихся на передовой, святая обязанность каждого патриота. И это далеко не первый груз, который мы направляем в зону СВО. Ну а в этот раз наша помощь адресована именно сотрудникам пограничных органов, резюмирует в руководстве регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В свою очередь благодарность от лица Страж рубежей Родины выразил председатель ветеранской организации подполковник Сергей Юрьев. Большое спасибо за то, что ребята нас поняли. Помогли организоваться как руководству судебных приставов, так и непосредственно сотрудники. Поэтому хотели бы сказать от ветеранов, от сотрудников большое-большое спасибо, от начальника управления большое спасибо за оказанную помощь. Накануне президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что соавторами развития городов и поселков должны стать их жители. В Черкесске, как и по всей стране, 15 марта стартует всероссийское рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для благоустройства в 2025 году. В этом году участвуют Покровский парк, Теренкур в парке культуры отдыха «Зеленый остров» и сквер вблизи МКД номер 52 на проспекте Ленина. Для каждого объекта на голосовании представлены по два дизайн-проекта. По поручению главы республики все планы по развитию корректируются. С учетом обращения граждан и благоустройство всегда проходит при самом активном участии горожан. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка все вместе! Хороших выходных!» До встречи! Редактор субтитров А.Семкин